Здравствуйте, друзья! Столько говорили о Краснодарском крае, сравнивали его с Калмыкией, но, к сожалению, перед выступлением могу сказать, что последние нормальные дожди у нас были в начале августа, поэтому у нас в принципе в этом году Калмыкия, поэтому как бы не было хорошо, но каждый год как-то не получается. Тем не менее, хочу поделиться с вами нашими успехами в возделывании люцерна на сенаж. Сразу хочу оговориться, что мы никогда не говорим, что мы находимся на каком-то пике, мы знаем все, мы просто идем вот этим вот долгим путем, набиваем очень много шишек, делая много ошибок, но, тем не менее, уже на каком-то уровне мы находимся. Опять же, самый главный момент, то, что вы знаете об успехах учеза Краснодарского в плане молочного животноводства, да, но Павел Александрович всегда говорил, что теперь на ферме начинается с правильной работы в поле. Соответственно, мы уже много лет назад перешли на, скажем так, правильный подход к технологии возделания люцерны, и вообще подход к возделанию люцерны начинается с силоборота. То есть, вот эти вот понятия, то, что люцерны заселаются какие-то неудобья, да, или где-то там вымочки розы фермы, чтобы ближе было, это в корне неправильно. У нас люцерна находится в силобороте, она по законам построения силоборота максимально разведена с глубоко укореняющими себя культурами, со свеклой, с подсолнечником. Обычно для нее это азимы зерновые, которые позволяют как можно раньше освободить поле, то есть летом, да, и уже летом мы обязательно под каждой сер-люцерны делаем комплексное агрохимическое обследование, чтобы правильно рассчитать дозу носимого основного удобрения. Как вы видите, да, опять же у нас нет понятия поле, да, поле, например, как это 100-гектарное, это слишком большая и очень пестрая агрономическая единица. Поля у нас разбиты на отдельные участки, обычно это от 10 до 15 гектаров, которые, поверьте, по своему агрохимическому анализу, то есть в пределах одного поля, да, если мы по старинке сделаем расчет удобрения на одно поле, да, то буквально там соседние участки, там 50-20 метров друг от друга, они могут различаться просто кардинально. То есть самая главная задача это внести основное удобрения под походу. Первый момент. Нужно понимать вынос люцерта, да, мы люцерту выращиваем 3 года, поэтому расчет удобрения идет на 3 года. Потом вы ничего, скажем так, кардинально изменить не сможете, да. По азоту еще возможны какие-то повторки? Вы понимаете то, что фосфор, калий, да, то есть ученые говорят, что движение фосфора, калия, да, там сколько, полтора сантиметра, вот, поэтому весь объем вносимого удобрения идет под основную обработку, и в частности, на самом деле расчетные дозы вот такие большие, и тут уже появляется лимитирующий фактор PH, да, мы знаем, что нужно внести большой объем удобрения, но мы понимаем то, что эта минералка нам уже может взвинуть PH, потому что у нас тоже есть с этим проблемы, поэтому особенно если речь идет о сергом удобрения, да, если в качестве у него выступает сульфат аммония, да, вы понимаете то, что здесь можно больше вредить. То есть после внесения основного удобрения у нас есть летом, практически все лето первое для выравнивания поля, потому что в весну, да, к моменту сева поле должно быть выравнено идеально, то есть на весну оставляется только одна предпоселная культивация, плюс все лето есть возможность для вагонакопления и борьбы с сорняками, тоже немаловажный момент, потому что любой августовский, июльский дождик провоцирует семена сорных растений, которые находятся в верхнем слое, да, в последующей сплошной культивации они убираются. И так, если в течение сезона до посева люцерны раза три получится сделать, то понимаете то, что основной запас семян сорняков, которые готовы взойти, да, те, которые захотят сойти, они не взойдут, и мы с ними поборемся механически. Следующий момент, мы называем его сев без ошибок, да, опять же, мы надели кучу шишек с севом, были моменты, когда мы сеяли люцерну посевным комплексом, почему? Ну, круто, да, 200 гектаров в сутки, классно, но посевной комплекс, во-первых, его вес, во-вторых, междуряди 18-75, и вот с вот этим полем, да, посеянным большой шириной междуряди были проблемы все три года. Очень, очень большая была химическая нагрузка, потому что люцерна не конкурировала с огняками, то есть при такой, как бы, хотелось просто заехать, сделать на междурядную культивацию, потому что сорняки отрастали быстрее люцерна. В итоге мы остановились на вот такой небольшой легкой сеялкой, у нее куча преимуществ, преимуществ. Во-первых, она агрегатируется с минимально тяжелым трактором, да, это МТЗ-1221. Следующий момент, она, у нее бункер только для семян, без удобрения, то есть это облегчение. И еще следующий плюс, ширина междуряди 12,5, меньше мы просто не нашли, может быть, есть. Опять же, может быть, будет вопрос, некоторые экспериментируют с перекрестком, да, посевом. Круто, хорошо, действительно, на единицу площади больше семян, да, оптимальнее, да. Но у нас был печальный опыт с перекрестным посевом при уборке, ну, скажем так, определенных сложностей для прохода техни. То есть, ну, вот этот вот шифер, ему, кажется, вроде бы и не видно, но все равно от этого шифера трусило всех механизаторов в тракторах. И это видно было даже по выгодам, потому что невозможно. Следующий плюс, это селка не с препятствующими каточками, а со шпигельками, то есть нежно заделывая семена в почву. В чем плюс? Возможно работать с утками. В нашей зоне, в наших условиях сеялка с прикатывающими каточками уже вечером начинает почва отходить, тем более, если это весна, влага, да, влага близко, начинает наматывать на копки, лютерна сеется сантиметр-полтора, да, и даже минимальное вымеление это все. Соответственно, больше выработка. Семь без ошибок, да, 5 равно 20 равно 5. Это золотая формула, а именно, как она расшифровывается. Если, вы знаете, то, что лютерна может проросать при температуре от 1 градуса. Раньше, в принципе, так было модно, да, на Советском Союзе делать, так называемые февральские окна, да, когда все пытались быстро загружать, посеять лютерну, да, и потом ждать, что будет хорошо. А стыдные воды хорошо не получаются, потому что при посеве в феврале у нас, вот уже, наверное, крайние 3-4 года, март и апрель довольно-таки остаются холодными. И получается чуть ли не 3 месяца семена находятся в стрессе. Что такое 5 равно 20 равно 5? В гурной книге написано, при температуре почвы 5 градусов сходы появляются на 20-й день, при температуре почвы 20 градусов сходы появляются на 5-й день. Прикатывание, быстро пробегусь, да, это довольно-таки важный момент, это, понятно, контакт семян с почвой, понятно, что подтягивание, потому что в момент посева, скорее всего, мы пересушили верхний слой. И немаловажный момент, это выравнивание поверхности почвы, выравнивание профиля, да, почвы, которая в дальнейшем нам будет создавать проблему с золой. То есть проблема качества корма, конкретно уменьшение содержания золы, начинается еще здесь, да, то есть любые рельгаты, та же косилка, та же, тот же волкообразователь, грабли, да, они должны работать на определенной высоте, да, и почвы не касаться. Соответственно, если у вас будет шифер, да, то сложно все это будет на стою. Да, многие говорят, люцерна сама борется с сорняками, классно, да, она борется. Ну, естественно, конечно, не паузу сходов, понимаете, да, когда буквально согнуть ее и начинает обгонять. Она борется, но ей нужно на некоторых этапах чуть-чуть помогать. Вот здесь вот на самом деле, ну, предыдущие ораторы называли и препараты, да, ну, рекламу я не делаю, а если честно, если кто-то обращался к списку разрешенных применению на люцерне, их там, по-моему, осталось около десяти, и из них восемь, это бифосат. То есть вот эта вот проблема, там остался буквально один препарат на основе гентозона, да, 480-го, по-моему, один имазетапир остался. То есть вот этот момент, скажем так, довольно обликаемый. Я лично общался с представителями компаний, ну, БАС, да, как конкретно, которые лидеры, да, у нас были во всех этих препаратах. Они говорят, ну, все хорошо, но мы просто экономим. То есть при перерегистрации товарных знаков просто не захотели доплачивать на регистрацию на люцерне. То есть препараты точно так работают, точно так их можно, ну, и можно, наверное, применять, потому что сейчас Сатурн с этим проблемой, да. Поэтому вопрос по СЗР остается открытым. И здесь вот интересная фотография, и некоторые скажут, осталась живая, да, амброзия. Честно сказать, истепелить амброзию, ну, где-то 2,5-3, да, литра нужно. Но это еще где-то неделя присадит люцерни. Поэтому нужно люцерни в квали борьбы с сорняками только по макаре. Да, много вопросов по поводу цветения, да, люцерни. Мы, в принципе, укосы делаем каждые 28 дней. Это не фаза цветения, это даже не фаза бутонизации. То есть мы уже завершаем укос в фазу бутонизации. Но первый укос первого года мы всегда стараемся дать зацвести. Это везде написано, это все знают, да, это укоренение и так далее, и так далее. Но, опять же, все сейчас зададут вопрос, что делать, да. Получается люцерна зацвела, протеин хуже, да. Можно ли ее смешивать в одной траншеи старогодкой, третьей годкой, да. Мы несколько раз ее откладывали по маленькой траншеи, а потом сделали анализ вот этой вот люцерны первого года, цветущей, да, и убираемой фазе бутонизации люцерны второго года. Показатели качества совершенно идентичные. То есть здесь тоже высокий протеин, потому что она хоть и цветет, но это молоденькое, нежное, тонкостебельное еще растение, у которого содержание протеина, как у старовозрастной, на уровне доцветения. Ну и нужно соблюдать адекватность, да. Понятно, что люцерна уже бутонизация, да, срочно нужно косить, пазу потеряем, но если есть проблемы с влагой, да, если прошел дождь, лучше полпроцента протеина потерять, потому что один такой проход, да, первый год жизни, это проблема, минимум на три года вперед. Быстро я скажу заключительный момент. Многие недооценивают такой интересный момент, как ранневесеннее тренирование. Тут, если честно, самые, все сплошные плюсы, а самое главное стоимость, да, и, как мы всегда видим, самое главное не бояться. То есть мы всегда с коллегами, когда общаемся, начинаются вопросы, а как это, бороной, зубовая, люцерну повыдираем, да, давайте хотя бы легкими борнами. Нет, мы работаем тяжелыми боронами, зуб активной стороной, и результат получается идеальный. Вот это вот огреб. А суть этого приема? Суть этого приема, что при возобновлении ледитации, обычно где-то как конец февраля, начало марта, поле начинает зеленеть, классно, люцерна входит, скоро уже будем косить. Если туда внимательнее подойти, то можно увидеть то, что на самом деле люцерна там только почки начинает пускать, а все остальное это сорняк. Это особенно на третьего года, да, люцерна. И поэтому в двух диагональных направлениях мы бороним тяжелыми зубовыми боронами. Все, что там, какие-то бождевные остатки, да, были гниющие, там, прелы, все это растаскивается. И с сорняками, вплоть до того, что, я говорю, даже когниличные и корнеоткредсковые сорняки удаляются, и получается вот такой результат. А получается, вы удобрение потом вносите, после боронования? Ну, да, регламент маленький, я много его не сказал. Мы под вот это вот боронование обязательно стараемся внести хотя бы 70 до 100 аммиачной силиндры. Ну и под заделку, соответственно. Есть ли какие-то вопросы? А только шли. Мой вопрос? А, кстати, вот это цирка, 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 цирка. Так, еще раз. Если без линии осветляющие посевы сделать, то есть подкосы. Ну, осветляющие укосы, это, конечно, все далекое прошлое, как и, скажем так, покровный посев, да, когда действительно не было развития таких гербицидов. Осветляющие, это хорошо, потом начинаются проблемы. Во-первых, мы потеряли, да, один укос, это экономика. Во-вторых, осветлили, и что, там оставили или собрать? И начинается, да, вопрос, там оставить? Это, опять же, там подпревание будет или еще что-то. Собирать? Ну, получается, мы чуть ли не полноценную компанию, да, делаем по заготовке. Просто это собираем и вывозим, да, куда-то? Канал, да. На самом деле, вот, если все правильно сделано, в последующем, да, если, вот, бентозон в базе второго, третьего настоящего листа, если все хорошо сработал, люцерна дальше уже должна расти и бороться. Дальше обычно проблемы доставляют только злаковые сорняки, которые после укоса, они буквально, когда солнышко увидят, они там сидели, и они быстро начинают стрелять. Но по злаковым тут вопросов нет. Есть разрешенные на основе клетодима, и там, в чем вопрос, независимо от фазы развития люцерна, без проблем можно уносить. Можно, да, вопрос. Катфея Елена Петровна, Урал. Мне хочется спросить, вот, уточнить. Райне весеннее оборудование, это такое вот мероприятие очень, у нас каждый раз на Урале спорное мероприятие. У нас же начинается тепло намного позже, чем у вас, и это происходит там, и очень нестабильная весная погода. И вот я бы хотела понимать, что является критериями для принятия этого решения, именно вот когда вот ты оборонишь, чтобы не повредить все-таки люцерну, и что там, влажность почвы какая должна быть, что все-таки, вот если, например, очень влажно, там уже тоже не завидишь, на что надо ориентироваться, и до какой вот фазы развития, я буду уверена, что мы люцерну не повредим, когда обороним. Смотрите, мы обычно работаем, опять же, это отсутствие угрозы возвратных заморозков. Это понятно, потому что боронится люцерна, понятно, что оголяется корневая шейка, и все обычно где-то проростки до 10, ну, пожалуй, до 8 сантиметров мы бороним. В любом случае, часть люцерны повреждаются, но тут есть еще интересный фактор, мы обратили внимание, когда без баранования, да, ранневесеннего люцерна, она начинает маяковать, то есть сначала идут, одни стебли начинают зацветать, в массиве еще даже бутонов нет, а вот интересно, когда проводишь ранневесеннее баранование, и там частично идет обламывание, да, прям конкретно обламывание длинных, да, стеблей выскочек, которые начинают расти, то к моменту укоса после баранования люцерна идеально, как стол, ну, как хороший гибрид подсолнечника, да, на одном уровне. У меня вопрос такой, по поводу, вы говорили, селитры, то есть подкармливания, есть ли эффективность этой селитры, проводили ли вы опыты, то есть на контрольном участке, какая польза от этого, и хотел бы вы еще спросить по поводу села, вот вы перекрестные всех вроде бы и приветствуете, но видите там, в том, что создаем ушиблик, правильно? А не пробовали вы диагональ на диагональ, а прикатывать вдоль будущей уборки? Нет, если честно, да, диагональ, диагональ, ну, честно, не экспериментировали, может быть сложно, да, может быть интересно, но, если честно, наверное, даже экспериментировать не будем, потому что нас, наша схема устраивает, по поводу селитры, делали мы несколько экспериментов, но даже я хотел их здесь озвучить, но на самом деле показали хорошим ученым, они сказали, ну, чтобы говорить о таких моментах большой трибуны, нужно что, три года исследований, да, мы видим тенденцию, поэтому, а конкретные цифры еще не готовы. Ну, вы, например, увидите, у вас увеличение белка, протеина, да, у вас есть, скорость, рост увеличение, на скорости... ...боговые, потому что они же сами для себя поездают, и мы заставляем не работать с убеговой батареей, правильно? Да, ну, вот в реализационном ролике, да, перед моим выступлениями, если смотрели, да, я говорил такую фразу, все помнят то, что люцерна сама себя обеспечивает азотом за счет симбиотического процесса, да, единственное, не все книги дочитывают до конца, а там еще есть оговорка, где-то на 70-80% от общей потребности. Извините, а сколько вы селитры вносите? 70-100 килограмм физически. После каждого укоса? После каждого укоса мы... Ну, не вносим, да, это только ранневесеннее оборонование. Мы можем внести после какого-то укоса, если будем баранить после него, там уже бараниться штрительной бараной, понятно, да, и если завтра будет дождь. Можно я тебе вопрос? В Омской области, Максим Левшинов, Катритикум, также растеневостое животноводство есть, есть проблемы с кормопроизводством, то есть люцерна, для себя как основную культуру кормовую, и расцениваем, оцениваем от меня три вопроса. Первый. Применяемые сорта? Чья селекция? Какие сорта? Есть ли опыт? Что-то можете посоветовать? Второй вопрос. По норме высева? Какую норму высева советовали бы? И третий вопрос. В процессе еще один вопрос. Я понял. Ну, если честно, я смотрю на модератора, нам, наверное, лучше это обсудить после, да? Ну, еще минут пять есть точно. Я понял. Ну, и сразу скажу, то, что много у нас было испытаний, да, люцерна, у нас даже был Массичек, и Баренбрук, и наши отечественные, и, ну, остановились, скажем так, мы сейчас на иностранной селекции. Сортами страны не буду называть, если интересно. Пообщаемся. И, опять же, вы должны понимать, да, то, что мы для себя выбрали этот сорт, да, со своим индексом покоя, да, под нашу зону, да. Сейчас вам сказать, нашу, которая там 4.4, да, индекс, вам в Сибирь. Вы приедете, купили бы это, потому что вам в Сочи сказали, да. Ну, а когда вы у нас измельчили? На самом деле, мы не выдумываем. Сорта иностранной селекции идут в так называемых пассивных единицах, то есть мешок 25 килограмм на 1 литарь, мы этой нормы предъявляемся. И если перевести на миллионы, там получается в районе 9 миллионов. Музыка. 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 Продолжение следует...